всем здарова народ с вами снова смолдер и сегодня мы поговорим о вопросе который достаточно долгое время уже мучает мою голову а именно о том как с наибольшим комфортом перестреливать соперника в ближнем бою лично для себя я нашел такой вариант это стрельба от бедра и сегодня естественно мы попробуем обсудить и разобраться какие стволы будут лучше всего подходить именно для такой стрельбы сразу скажу что стрельба от бедра это такая штука которая в вар зоне позволяет вам прыгать бегать что угодно делать при этом спокойно перестреливать соперника на близкой иногда в очень редких случаях на средней дистанции по крайней мере если речь у нас идет о дистанции не дальше 30 метров то в большинстве ситуации вы будете себя чувствовать более менее уверены если будете использовать те стволы о которых мы сегодня поговорим но и начать бы хотелось того какие класса оружия для этого подходит лучше всего понятное дело если мы говорим про сугубо ближний боевый упор это дробовики однако в моем случае мне нужно что-то более универсальное поскольку дробовики обладают крайне ограниченной дальностью действия учитывая что бегаю во втором слоте соснопой мне нужно какое-то оружие которое хоть и достаточно плохо но все-таки сможет действовать на дистанции там 30 40 метров и так далее поэтому сразу перейдем к варианту ппшки к варианту штурмовой винтовки пулеметы я также расчет не беру поскольку они довольно массивные бегает с ними персонаж медленно исходя из этого смысла от них особо нету поэтому их рассматривать не будем начнем пожалуй с ппшек из них мы сразу отметим несколько стволов которые могут быть использованы в этом варианте но не являются достаточно хорошими это иса это аук это п90 в общем практически все ппшки кроме трех если мы берем аук то он очень медленный при этом точность стрельба от бедра у него оставляет желать лучшего поэтому это как бы не вариант он лучше смотрится в варианте как такая полу аэрка чем ппшка второй вариант п90 п90 точно так же как и иса точно так же как и вектор очень сильно теряют урон на дистанции или обладают маленьким уроном изначально что несмотря на их скорострельность является большой такой проблемой учитывая что большую часть файтов и все-таки будете вести не на дистанции в 5 метров а именно с этой дистанции у некоторых из этих ппшек уже начинает падать урон который как я опять хочу заметить является у них довольно малым и это является большой проблемой для них кроме того по поводу такого набора характеристик есть еще одна ппшка которая обладает плюс минус тем же набором качеств что и эти но при этом обладает довольно неплохим сохранением урона на дистанции это mp7 вот с mp7 никаких проблем особых нету несмотря на то что она дамажит не очень много этот дамаг у нее распространяется на довольно большую дистанцию что делает из нее в принципе неплохой вариант для такой игры но есть две ппшки которые справляются с этим лично на мой взгляд значительно лучше это узи и это mp5 про mp5 я думаю говорить особо много не надо это будет в принципе лучшая ппшка которую вы сможете себе позволить именно для стрельбы от бедра просто потому что это mp5 и она в принципе всегда была и будет наверное им бой в этом классе но вот узик это действительно что-то интересное во первых я думаю что стоит напомнить у него есть особый магазин с повышенным уроном на 32 патрона во вторых у нее абсолютно лютейший дамаг относительно ппшек в голову 55 единиц в третьих остальную урон у нее является таким же уроном как и и у mp5 с одним единственным отличием узи стреляет значительно медленней на 200 примерно выстрелов в минуту может даже чуть больше но при этом у нее есть два своих очень важных плюса во первых она намного точнее при стрельбе от бедра во вторых сохранение урона у нее значительно лучше чем у mp5 если mp5 свой минимальный урон выдает уже на дистанции в 26 метров то узи только на дистанции в 35 и вот наверное вот это ее характеристика и является самой вкусной для того чтобы использовать эту ппшку ну более менее универсально то есть стрельба от бедра не только в упор но и плюс минус на какой-то там дистанции однако как я уже говорил узик обладает значительно меньшей скоростью стрельбы и вряд ли станет когда-либо какой-то метой в этом плане стоит отметить что есть еще две ппшки о которых я толком не сказал ни слова это бизон и страйкер 45 которые обладают таким же уроном как и узи но у них не хватает точности по крайней мере у бизона вообще не хватает у страйкера 45 в принципе вы можете его использовать примерно так же как mp5 примерно на ту же дистанцию несмотря на то что по потере урона у него наверное лучше показатели у него минимальный урон наступает только на 50 метров но с другой стороны здесь есть проблема с тем что он тоже не особо быстрый и опять же точность у него от бедра примерно как у mp5 то есть узик в разы точнее чем эта штука ну и в целом если подытожить именно по этому классу то можно сказать что на данный момент есть вариант использования либо mp5 либо узи именно в сетапе со стрельбой от бедра то есть это рукоять наемника это лазер 5 мегаваттный плюс без использования топовых длинных стволов поскольку они по какой-то причине видимо из-за весой либо еще из-за чего-то причем нигде это не указано снижают точность стрельбы от бедра и соответственно лишает вас возможности вести огонь настолько кучно теперь что касаемо штурмовых винтовок со штурмовыми винтовками ситуация довольно забавная поскольку практически ни одна из них не в состоянии выдавать хорошую точность стрельбы от бедра кроме наверное м4а 1 к ним и вернемся чуть позже из тех винтовок с которыми плюс минус можно что-то придумать это галил на котором принципе можно попробовать поставить рукоять наемника и лазер но с учетом на то что вам скорее всего все таки придется переходить на нем в прицел в зависимости от дистанции ну и вторая винтовка которую тоже можно было бы так использовать это вал но тут опять же как и с галилом будет проблема в том что придется переходить в режим прицеливания рано или поздно ну и плюс я думаю вы и сами знаете что у вала всего лишь 30 патронов в магазине поэтому думаю что мало кто захочет с него стрелять от бедра именно исходя из этой причины вы если встретите какого-нибудь более-менее потного типа который будет уклоняться от ваших попаданий и спреев то с огромной долей вероятностью вы просто вы не перестреляете просто не хватит боезапас ну а единственным адекватным вариантом при котором вы действительно скорее всего сможете показывать какие-то более-менее хорошие результаты и пользоваться этой винтовкой как ппшка это м4а 1 на патронах 9 миллиметров здесь есть сразу несколько недостатков во-первых урон эмки становится ниже чем он есть изначально а изначально он и так в принципе не особо-то высокий там 28 единиц в тело или в руки ноги насколько он становится ниже к сожалению информации я не нашел также как и не нашел информации насколько снижается эффективная дальность стрельбы с этого оружия но есть также и плюсы это увеличение темпа стрельбы и опять же непонятно насколько единиц но по ощущениям она стрелять начинает примерно как рам то есть это где-то 800 50 может чуть меньше а может чуть больше выстрелов в минуту но это прилично на самом деле плюс вы за это все дело получаете точность ппшки у вас м к будет стрелять от бедра с такой же точностью как это делает например даже mp5 при этом не советую вам пытаться поставить вместо 9 миллиметровых патронов обычные поскольку сразу же это сильно отразится как на точности стрельба от бедра так и на кучности внутри самого прицела при стрельбе от бедра и вообще очень непонятно как они это балансили на самом деле поскольку эти характеристики нигде толком не указаны но они прям явно присутствуют ну и пожалуй еще один недостаток у этой штуки это то что в магазине у нее будет всего лишь 32 патрона с одной стороны это немало и на одного соперника вам гарантированно хватит но с другой стороны если соперников будет больше чем один то здесь уже все будет очень и очень грустненько учитывая на какой дистанции будет скорее всего использоваться это оружие да для фана она подойдет но если вы хотите найти какую-то альтернативу дж м5 именно для точной стрельбы от бедра на плюс-минус какое-то расстояние от вас там 20-30 метров то узик будет здесь значительно лучше и тут нужно заметить что это при том что у узика тоже 32 патрона в собственном магазине мы ведем речь именно о тех патронах которые открываются за какой-то челлендж у которых повышенный урон но все остальное оружие из штурмовых винтовок или из других классов принципе для этого не подходит по ряду характеристик которые у него есть либо слишком медленно с ним бегаешь как с пулеметами допустим либо она сама медленно стреляет либо у него урон маленький ну и в целом там ряд причин но если подвести небольшой ток то лучшими стволами для стрельбы от бедра на данный момент лично на мой взгляд является mp5 узи м4 1 в калибре 9 миллиметров ну а также возможно кому-то понравится mp7 кому-то может быть понравится страйкер ну и мало ли кому-нибудь может быть понравится и бизон вдруг ну а на этом у наверное на сегодня все всем вам удачи всем огромное спасибо что посмотрели этот ролик если вам понравилось оценить его и подписывайтесь на мой канал всем пока пока до скорых встреч увидимся